Вы не поверите, но такую капусту привозили в школу. Гнилая, вонючая, со слизнями. А какой запах? Это не передать на фото. Такая запись была сопровождена красноречивым фотом. Действительно, овощ далеко не первой свежести. Какую цель преследовал автор этой фотографии, размещая ее в соцсетях, не понять. То ли он так печется за качество продуктов питания, поставляемых в школьное столовое, и хотел призвать к ответу тех, кто допустил подобное. То ли просто захотелось хайпануть и, что называется, взбудоражить общественность. На взгляд автора этого сюжета – второе. Только кому и зачем нужна такая слава? Правда, этот вопрос отходит на задний план, когда задумываешься, неужели и в самом деле детей в пинских столовых кормят гнильем? Вот что нам удалось узнать. Это был единичный случай, так как не вся капуста пришла такого качества. Капуста была закуплена на тот момент на все школы, и то на 200 капусты. Только из тонны 270 килограмм капусты было выбраковано и возвращено поставщику со всех школ. То есть капусту ненадлежащего качества действительно привозили. Но как привезли, так и увезли. На такой крайний случай есть определенная процедура в школьных столовых. Оформили соответствующие документы и вернули поставщику некачественный товар. На подставку овощей был заключен договор с фермерским хозяйством Полейский хутор. Данное хозяйство было выбрано на закупку так, как оно выращивает, сами они выращивают овощи, и при этом дали нам самую низкую цену. Мы весь прошлый год работали с этим поставщиком. У нас никаких претензий к его овощам не было. Пострадала репутация поставщика. Соответственно, он лишился сбыта. У АО «Школьник» договор на поставку капусты заключил с пинским кооп-промом. А как же 2 сентября, когда была привезена злополучная капуста? Неужели дети остались без витаминного блюда из белокочанной? Она предполагалась на блюдо для завтра. И нам нужно было ее, в связи с тем, что мы увидели, что ее мы не можем поставить в меню, мы ее заменили на другие блюда. Были заменены салаты «Зарник» на кукурузу консервированную, салат «Перемена» был заменен на салат «Борячок». В связи с тем, какие продукты у нас имелись на производстве. В общем, дети голодными не остались. К слову, в день съемок этого сюжета мы застали малышей за обе щеки уплетающих макароны с сосисками. В тот день в меню как раз был салат из капусты на общей тарелке. Каждый брал столько, сколько захотел. В основном первоклассники после себя оставляли чистые тарелки. Как вас здесь кормят? Вкусно. Что тебе нравится? Макароны с сосисками. А что еще? Суп. Я люблю запеканки, буре, картофель и коклеты. Питание очень вкусное. В ОАО «Школьник» предъявляют самые высокие требования к качеству продуктов питания. Все строго регламентировано. Поставка, хранение и приготовление. Технологическая дисциплина на первом месте. Да и сами работники понимают всю возложенную на них ответственность. Вроде дети сейчас съедают хорошо, мы готовим сейчас вкусно уже. Это самое, ну, все съедают. Отходов мало. У нас разнообразное меню. Готовим вкусно, детям нравится. Детей мы, да, душой кормим и стараемся очень. Справедливости ради нужно сказать, что не всем детям нравится блюдо из предложенного меню. Тем не менее, горячее питание все же лучше, чем фастфуд или сухие снеки. Но это уже тема другого сюжета. Об организации питания в учреждениях образования, новом меню, которое постепенно внедряют в школьных столовых с этого года, мы обязательно расскажем в ближайших выпусках новостей.